Продолжение следует... Продолжение следует... Внимательное пребывание, зачем необходимо себя заставить через номинализацию это сделать. Я думаю, на начале пора. Нужно называть, иначе мы очень многое будем пропускать. А здесь мы детально видим, чем больше мы найдем слов, тем больше мы будем видеть изменчивость. Но потом мы будем видеть настолько тонкое непостоянство, что объявлечивание, вот это название, не будет поспевать. Что естественно. Так, есть ли у кого-то еще вопрос перед тем, как мы начнем медитировать? Можно сделать некоторую паузу, чтобы кто-то отошел, куда надо. И продоволюдал бы это чувство жажды, пожелания. И посмотрел бы, что она на самом деле не так сильно. Может быть, это просто... Так, здравствуйте. Дальше. Было многих. Продолжение следует... Речь имеет смысл, когда она говорится в правильном месте и в правильное время. Но и с помощью чего она говорится? Если она говорится с помощью болезненного тела сознания, какое у меня сейчас есть, то это тоже неправильность. Это тоже ненужность этой речи. То есть кроме того, что речь должна быть сказана в правильном месте и в правильное время, она должна быть сказана правильным телом сознания, правильным сознанием, правильность которого прежде всего характеризуется спокойным умом. Бесстрастный, спокойный ум не требует говорения. То есть правильная речь – это молчание. Но и одновременно расстояние между объективом, снимающей камеры, и фигурой говорящего, то есть мной. Я вот думаю, что сейчас я довольно близко нахожусь к объективу, от объектива. Вот это вот удаление, буквально меньше, чем на метр, но все-таки жест удаления, привносит в мою речь даль. Потому что удаление – это ум, это приставка, и даль – это даль, это расстояние. И вот здесь вот акт удаления от объектива, снимающей меня камеры, собственно, есть содержание речи. Точнее, содержание интенции говорения. Только вот это вот удаление от объектива камеры. Причем очень незначительное. И вот на этой незначительности, собственно, и строится правильность времени и места речи моей. Даже вот то обстоятельство, что у меня нет спокойного ума, что у меня что-то болит даже сейчас, и какое-то неприятное состояние сознания, неспокойной дали – это, конечно, интересный момент возникновения правильности из неких недостаточных характеристик, моментов тела сознания, пространства и времени. Недостаточность пространства и времени, недостаточность сознания, недостаточность формы тела имеется в виду. И все равно, когда возникает момент дали, действенный, динамический момент дали, удаления от объектива камеры или приближения к объективу, как сейчас я делаю, где-то тоже меньше, чем на метр. Но вот наверняка уже моя голова может не входить в поле зрения камеры, в экран. Вот интересно, сколько. Собственно, в этом и интрига состоит. Мой интерес – узнать при просмотре этого видеофайла вот этот вот акт приближения из удаления. В слове приближения нету слова «даль», то у меня, наверное, голова отрезана. То есть такой ракурс, где голова не видна, скорее всего. А может быть и видна. Но вот сейчас был акт приближения. А вот когда акт удаления делается, то голова наверняка опять возникает. Но может быть она и сейчас была видна, не знаю. Вот сейчас я удалился уже точно на метр, если не больше. И вот наверняка сейчас в этой дали, в акте этого удаления от объектива камеры, голова опять возникла на нормальный ракурс, скорее всего. Ну, не скорее всего, а точно я уверен, что сейчас так ракурс построен, что голова входит в поле. Но все равно молчание важнее. Молчание продуктивнее. Для чего, правда, продуктивнее, не знаю. Может быть, для моего ненужного мне я, может быть, через эту продуктивность, молчание, происходит исчезновение я. Хоть какое-то микроскопическое, какое-то атомарное или молекулярное, какие-то ничтожные совсем измерения я становятся, сжимаются, становятся меньше. на какие-то нейтроны, на размеры нейтрона, позитрона. Sono ciento repeats в